Представляем лезвие для гильотина, произведённый компанией Морсо, который составляет стандарт для большинства производителей гильотин. Лезвие имеют длину 22 см, высоту 7,7 см и толщину 9 мм. Лезвие устанавливаются на режущий блок с помощью 3-х болтов, которые вставляются в 3 отверстия. Настоящие лезвия компании Морсо произведены из стали твёрдостью HR64, которые, по мнению производителя, гарантируют большую долговечность по сравнению с другими лезвиями, имеющимися в продаже. Настоящие лезвия компании Морсо можно узнать по логотипу компании, выгравированному на металле. Они поставляются в таре из полистирола. Компания Rinaldin поставляет также лезвия компании PILM, совместимые с лезвиями компании Морсо. Компания Rinaldin поставляет также лезвия из сверхпрочной стали, произведённой компанией Frames Corner. Эти лезвия поставляются в деревянной таре. Эти лезвия подходят только гильотинам SMM и VMM, изготовленных компанией Frames Corner. Лезвия должны быть заточены каждые 4-5 месяцев, в зависимости от объёма работ багетной мастерской. Необходимо таким образом иметь по крайней мере пару запасных лезвий. Заточка лезвий имеет большое значение для совершенства разреза. Только что заточенные лезвия делают идеально гладкий разрез. Неровность разреза можно легко увидеть. Если есть вертикальные линии на древесине, это означает, что появились зазубрины на лезвии. Зазубрины могут быть вызваны главным образом из-за гвозди и скоб, которые случайно остались в старых рамах. Мы видели, что в момент покупки лезвие имеет высоту 7,7 см. Когда лезвия затачиваются, их высота уменьшается примерно на 1 мм. Когда высота уменьшилась до 5 см, лезвия не могут больше использоваться. Если лезвия становятся слишком короткими, они не могут больше разрезать багет. В этом случае необходимо опустить режущий блок, действуя на нарезной стержень сзади гильотины. Чтобы опустить режущий блок, нужно поднять в положение гаек, которые ограничивают высоту. Для заточки лезвия вы можете обратиться к хорошему специалисту. Если в вашем городе вы не найдёте специалиста по заточке, вы можете послать лезвие для гильотины в компанию Ринальдин, которая производит заточку лезвий, в том числе и для торцовочных пил. Отправьте пару лезвий в их таре, чтобы было безопасно. Для этого подходят тары из полистирола, но лучше всего использовать деревянные контейнеры, поставляемые компанией Ринальдин. В этой таре лезвия удерживаются с помощью двух болтов. Оба лезвия из той же пары всегда должны быть заточены вместе, даже если, например, только одну из двух имеет зазубрину. Обычные лезвия используются в основном только на первых 4-5 см. Остальная часть лезвий не используется. По этой причине были введены так называемые обратимые лезвия. Обратимые лезвия устанавливаются на гильотину в положении, как это. Когда одно окончание лезвия изношено, лезвие переставляется на другую сторону режущего блока так, чтобы часть изношенного лезвия находилась здесь. Таким образом, вместо того, чтобы затачивать лезвия каждые 4-5 месяцев, вы можете затачивать их каждые 8-10 месяцев. Кроме того, удваивается срок жизни лезвий, так как каждая заточка уменьшает высоту лезвия на 1 мм. Недостатком является то, что невозможно разрезать багетный профиль шире 6 см. Обратимые лезвия, поставляемые компанией Rinaldin, следующее. Обратимые лезвия компании Morso, Обратимые лезвия компании PIN. Вы найдёте все лезвия для гильотин в каталоге компании Rinaldin и на сайте www.rinaldin.com